Проверка микрофона, 1, 2, 3, 4, еще одна минута и мы будем в эфире. Ну что же, здорово тебя, пацанючек, приветствую тебя Димач Андреевич. И я продолжаю прохождение игры, сериала, так сказать, The Evil Within 4 сезон, 2 серия. Ну что же, мы в прошлой части вновь нашли Джозефа и попали, мы погуляли уже, как говорится, на свежем воздухе, вышли из того помещения и теперь мы продолжаем наше приключение. Как я говорил в прошлой серии, эта серия будет довольно интересная, мой пацанючек. Так, подожди, как тут дверь открывать? Вот так, да? И мы, собственно говоря, продолжаем. Димач, если ты не знаешь по поводу шуток в видео вставления, то посмотри GTA 5 9 серию, там я все об этом подробно говорю, так что пересмотри ее, я на всякий случай оставлю ее у себя на телефоне. Так что, ну а мы продолжаем, собственно говоря, да, мне уже... Сюжет все интереснее и интереснее, вы скоро сами в этом увидитесь, мои пацанючки. Так, ну что же, что у нас здесь? Довольно-таки, да. Идем дальше, короче. Будет немножко подлагивать в этом месте, просто место такое. Сейчас мы должны забраться на лифт. Так, все, у нас уже ничего нету. Все, идем на лифт. А, надо его поджечь. Он просто захораживает дорогу в лифт. Сейчас. Давай, поджигайся. Скотина, давай. Какой-то, блин, пьяница лег, блин, бомж какой-то, блин. Ну и... Вот. Во, другое дело, молодец. Все. Вот мы вернулись к Джозефу нашему, у него... Он украл какое-то еще одно прикольненькое оружие, точнее, не украл, а изнял, изъял у плохих зомби, как сказать. Так. И что же нас, интересно, сейчас ждет? Мы приехали. О, баночка. И шкафчик. А, он не открывается. Хреново, конечно. Ну ладно. Идем дальше. О, ППС наладилось. Ну, там просто место было такое тяжелое, из-за этого там подлазило. А тут уже нормальное место. Примерно, как кто-то, кто-то с нами. Конечно, хочу сказать сразу, что разработчики многое в этой игре изъяли из Resident Evil 4. Да, я бы сказал, очень, вообще многое. То есть, и лучники, вот эти вот все. Но именно сюжет, сам сюжет получился такой, как и должен быть. То есть, именно такой личный сюжет. То есть, сюжет не похож на Resident Evil 4, только именно сама суть геймплея. То есть, там, зомби там как нападают, там, лучники вот эти все стреляют. Это похоже. То есть, ну а сама, сам сюжет, вот он чисто, эксклюзивный именно для за его визин, да. Что я и хочу вам доказать. Сейчас будет один такой поворот сюжета, который, когда я играл первый раз, я не ожидал увидеть. Пацанючек по Шэнди. И теперь мы сейчас увидим это. Вот он ролик, давайте посмотрим. Господи! Сука! Нет, это не... Твою мать, они Джозефа покидали. В общем, сейчас нужно очень быстро реагировать, поскольку они, эти идиоты, эти удоты, ведут Джозефа к тому же самому аппарату, который... В общем, к которому разрезал бошку тому мужику. Тут аппарат. И мы срочно, просто мгновенно должны переключиться на винтовку. И надо их перезарядить, скотина! И быстренько этих убить, пока они его не довели и не отрубили ему голову, так же, как тому мужику. Вот. Я, красава, лалка! Блин, всё, капец. Капец на своему Джозефу. Окей. Ну, это я просто прокосил. Надо было просто раньше реагировать. Всё нормально, что-то у нас... Это же игра, это же нереальная жизнь. Первый раз я вообще не понял, что-то вообще происходит. Просто вот быстро, просто мгновенно. Давай, бери, бери. Так. Где вы там идёте? Ну? Ооо, чётенько. Чётенько. Всё. Теперь надо как-то перебраться на другую сторону. Но только я не знаю, как. И как нам теперь вообще перебираться? Ну, в общем, да, первый раз был мой косяк, конечно, я прокосил. Ну, бывает, чё по-моему, они же двигались всё-таки, да. Так, подожди, а может быть надо как-то... А, нет, это открывает те ставни. Подожди, а как же... А, он нам сам открыл. О, спасибо. С меня сотка. И у нас сейчас будет ролик. Смотрим. Он полностью без комментариев. И в хрень? Это просто вопрос времени. Это лучше, чем... Что за хрень? У меня один, сейчас единственный вопрос Джозефу. С хера ли он решился на самоубийство? Он чё, совсем страх, что ли, потерял? Охренел он, что ли? Я вообще не пойму. А, не бегут, сука. Давай, открывай, давай, давай. Будем сейчас... их отстреливать просто вот так вот. Твою мать. Кто стреляет? Кто идиот, стреляет? Давай, давай, давай. ВАЙ! Сука! Нас, какие-то... Нет, что у меня, у меня ружьё есть. Но оно пустое. Оно пустое. Твою мать. Всё, он открыл. Молодец, Джозеф, давай мы сейчас тебе побежим. Откуда, у меня ж не было патронов? Как он стрельнул-то, у меня ж... Я не понимаю, у пистолета Себасси на что открыло второе дыхание, что ли? Ну что, уже может стрелять ещё патронами? Есть какой-то запасной резерв? Ну окей, я только за ногу. Почему-то я не вижу у меня никаких патронов. У меня их ноль. Полный ноль. Как и я сам. Да я шучу. Разумеется, шутка. Открывайся, скотин. В общем, не суть. Так. Тут мы попали в какую-то ещё деревушку. Так. Сейчас наша задача побольше, как можно больше патронов набрать. Так. А мы, кстати, сюда можем забраться. Отлично. Набрать, в общем... Ваше прощение, как можно больше патронов. Потому что у нас сейчас их охранительно мало. О! О! Спасибо. Спасибо, Брон. Спасибо, разработчик. Несколько мне это не очень нравится, что так мало патронов попадается. Где-то и баланс тут всё равно как-то привычнее, когда вот в Resident 2.4 играешь, там всегда больше патронов попадается. Там помещалось больше. Какой-то маркетплей. О! О! Отлично. Сейчас наберём патрончиков. Нам самое главное экономить арбалет. То есть снаряды для арбалета. Потому что они самое главное. Без них мы никто, так сказать. Без них мы никто. Поэтому. Нужно именно их экономить. Они самаромат. Аптечка! Сука, я так рад. Самая мощная аптечка, после которой Себастин долгое время балдеет. Вот это мне реально нравится. Серьёзно. Отвечаю. Так, а что у нас здесь? Можно, в принципе, отбежать. Да, в общем, в такую деревушку мы попали. Какую-то странную. Но я бы сказал, даже не деревушку. Тут что-то домов я не вижу. Тут какие-то просто обычные строения. Такие поселения. Но, тем не менее. Ух ты, ещё патроны. Вот это мне нравится. Давай. Ну, что могу сказать. Пока что мне, поворот, всё это нравится. Ещё. Пластинка. А кто он-то? Он-то это кто? Он-то это кто? Кто он? А, я думаю, это патроны джазовика. Перепутал. Ни фига не понял, что он сейчас сказал, ну ладно. Что-то я как-то не понимаю вот одного такого момента, что вроде прокачиваю, как бы, да, вот это вот... Урон от рукопашки, но чё-то как-то незаметно. Я их бью, 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 они сильно не убиваются. То есть... У них такая вот, знаешь, такая закономерность. Ты их два раза ударишь, да, и они обязательно тебе дадут отпор. Такая у них, типа, закономерность. То есть это реально бесит вообще, пипец. Когда... Ты вот бьёшь, да, он не успокаивается. Вот обязательно, любой ценой дать тебе отпор. Таких настольных людей я просто ненавижу. Да и в реальности я тоже их ненавижу, не только выиграть. Вот реально вот такие вот дебилы, так сказать. Ну дали тебе чё-то там вмазали. Да будь ты умнее, блин. Две баночки по двести. Как же я тогда был рад, когда не попал за пять тысяч баночка. Я просто тогда вообще... Был... Я б сказал в чём. Ну вах. Ну да вы поняли в чём. Не будем материться. Брёвна. Такое чувство, как будто я попал к себе на дачу. Какие-то тоже доски, брёвна, блин. Хотя я скоро туда попаду. Потому что скоро уже лето, сейчас уже май. Скоро лето. Блин, там где-то я видел была баночка. Но как её взять, кто-то хрен знает. Вот как её взять. Вот она моя малышка. Тысяча. Идём дальше. Будем задерживаться. Джозеф, ты от нас не отставай. Конечно, это можно напомнить Resident Evil 4, но... В Resident Evil 4 Эшли нам не помогала стрелять. Так что... А Джозеф нам помогает. Так что это две разные вещи. Это скорее можно с Resident Evil 6 сравнить. Крис и Пирс. Хотя нет, вряд ли. Resident Evil 6 там какая-то была такая. Ну, в общем, другая атмосфера. Тут совсем другая. Тут хоррорная атмосфера. А там была экшеновая атмосфера. Так что... Не надо сравнивать. Жопу с пальцем, так сказать. Безобили. Те, кто любит Resident Evil 6. У нас тут катсцена. Или нет? Или что у нас тут такое? Твою мать, что он опять что-то превращается? Что? Что? Кирилл, что ли, опять превращается? Как ты думаешь, где мы? На Земле. Эта архитектура выглядит прямо из Медлога. Да, но есть электричество. Элевейтеры. Этот место не может быть настоящим. Это как... Возвращенные памятники. Для начала, ребятки, вы находитесь в Стэме. На планете Земля. Я на это надеюсь, что там вы находитесь. в Стэме, на планете Земля. А потом вы уже говорите, где вы там именно находитесь. Так, тут почему-то Себастин решил пойти шагом. Наверное, какой-то сейчас будет момент сложный. Да что ж такое-то с Джоуссом? Ладно, смотрим. Увидим. О, Господи, а. Субтитры сделал, Субтитры делал DimaTorzok Ну, я никогда не поставил огонь в голову. Нет, конечно же не. Просто сломанно упал в бутылку. Мы не можем все быть perfect. Это никогда не влияло мою работу. Но, ой, ты читал И.А. Знаешь, я не опортировал тебя, потому что я боялся о твоих работах, Себастьян. Что еще есть? Мы не имеем времени для этого. Мне нужно моего партнера здесь. Я считаю тебя. Да, что-то такое произошло. В общем, я так и не понял, честно, зачем? Джозеф предложил на себя пистолет. Я вообще не понял, с чем вообще это связано. Он что, типа отчаялся, что он умрет, что ли? Я не понимаю. А что он теряет? Что его убьют, да? То есть, если он будет путешествовать там где-то, то есть, в стейме там, неважно где, что его убьют. Что он сам себя. Это две разные вещи. Лучше пускай тебя убьют. И ты можешь даже выжить в такой ситуации, нежели ты сам к себе руки приложишь. Ты же знаешь, что самоубийство это большой грех. Ты думаешь хоть что-то делаешь, правильно? Хотя кому я вообще это говорю? Не существующему персонажа. Ну ладно. Так как мы в игре, это для нас все существующие. И Себастьян. Сейчас я сегодня к нему, кстати, домой поеду. Я просто диск ему отдал. Завел визин. Он хотел порубать. Короче, я у него пойду к Себастьяну домой, заберу диск. А то он уже мне должен. Да, конечно, я шучу, блин. Твою мать, чё ли? Скелеты. Вот это реально прямая оценка к пятой части. В пятой части тоже были скелеты. В ящиках там вообще повсюду. Только в чём там было отличие, там их можно было разбивать. А тут нельзя. Хотя, может, попробуем. А, нет, нельзя их разбивать. Жаль. Жаль. Ну окей. Кстати, заметил одну особенность. Йозеф вместе с нами не может пойти в психбольницу. Потому что у каждого, по-моему, своя психбольница. Так. Сейчас у нас будет, в общем. Поехали. Пойдём, то есть, в нашу психбольницу. Может, что-нибудь прокачаем. Ух ты, где? Опять в этих фотографиях? Интересно, интересно. Окей. Ну, ключей у нас, в принципе, нет. Мы их, надеюсь, найдём позже. А теперь просто идём прокачиваться. Просто идём прокачиваться. Так. Можем сохраниться, кстати. Три пятьсот. Чё-нибудь можем за три пятьсот. Жвачку, в принципе, можно купить за три пятьсот. А так-то что можно купить? Я не знаю. Окей. Так, подожди. Ничего мы не можем купить. Из первой категории. Мы можем... Из категории оружия можем что-нибудь прокачать. Можно скорострельность прокачать. Ёмкость магазина. Вот это, кстати, нужно. Нам чаще всего будут попадаться именно патроны для пистолетов. Поэтому нам лучше всего прокачивать пистолет. Но про дробовик тоже забывать, конечно же, не стоит. Давайте сохранимся. Вот здесь. Сами не свои. Так. Всё. Ну и продолжаем. Продолжаем. Продолжаем дальше. Чтобы не терять время, лучше вот через это. Через это. Стекло пройдём. Я не знаю вообще, что это. Зеркало или стекло. Помните какие-то стекло? Потому что там в Себастина не видно отражение. Я вообще, честно говоря, никогда не знал, какой применяли материал для того, чтобы из стекла сделать зеркало. Потому что, как мы знаем, зеркало делается из стекла. И что, что-то такое клали. Я не знаю. Делали какую-то химическую реакцию, чтобы получить из стекла зеркало. Чтобы можно было увидеть своё отражение, ну и всё такое. Хм. Тут что они, блин? Тутанхамона, что ли, решили? Разработчики вспомнить. Что-то тутанхамон, блин. Мумия. Хм. Мумия, блин, Египта. Твою мать. Так, ладно. В общем, надеюсь, Джозеф, ты тут немножко приотдохнул. Потому что сейчас у нас будут жестокие моменты. Такие я говорить не буду. Хотя Пашенди, возможно, знают с Димычем. Они же смотрели прохождение. Что это был за плащ? Ты в порядке? Да. Это же Кидман и Лезли. Кидман, походу, пытается спасти Лезли. Кто это, с которой она? Что я нашел? Похоже, что она в работе. Пойдем, я тебя покажу. Ум. Я бы, конечно, сейчас хотел вставить ролик. Твою мать. Я бы, конечно, сейчас хотел вставить ролик. Но так вы будете плакать. И кричать. Как тот, вон, чувак кричал. Только тогда, когда тот дед сломает вам плазму. Хм. Так, теперь, в общем, нас будут прикрывать Джо... Твою мать. Нас будут прикрывать Джозефа. Мы должны просто идти дальше. кто нас очень страх потерял кто нас стреляет какой-то удод в маске вообще страх потеряли давай стреляй джозеф давай да какой удобств днем пьется шприц применять в чем нам все сложно выйти к церкви так берем рыбовичок у нас же было спичек много я не понял что это за резидент л-4 с троллем это же так же похоже это же так похоже мать вашу это же тот самый тролль из резидента л-4 похожий очень но только он конечно по росту чуть поменьше но все равно это легендарная отсылка ты должен его убить твою мать должен сдаваться он не попал давай догонись в этом как первый тролль ты думаешь он будет один победим все вот теперь он точно сдох сколько же мы от него получим? 3500 офигенно сука я только первый убил твою мать я что второй появился блин что ты подстава блин что охренели что ли совсем разработчики я появился второй который более посильнее пошел ты твою мать где ты в шоку такой трой смотри что я сейчас с тобой сделаю он все еще жив он издевается, он миминирует окей перезарядка помогать, Джозеф патроны кончились падаешь а еще второй раз его победить патроны кончились ладно что за бред, что так плохо перезаряжает твою мать недолго он будет так бегать ну что ты там ну что ты там убили а тут блин еще второй появился пипец а сколько второго то дали тоже 3500 ну видимо у них было одинаковое количество хп просадили на них патроны конечно, ну ладно что поделать такова наша судьба еще баночка 300 пососил тракториста блин ну окей идем дальше так Димыч, у меня в общем к тебе такая просьба я вот тут зашел в общем на твой старый канал в общем возвращайся туда потому что мне понравилось твое прохождение на кризис 2 снимай их дальше я хочу их просто видеть чтобы ты их снимал скачай ту же версию и проходи дальше у тебя там всего лишь 3 части и у меня к тебе такая убедительная просьба так и пожалуйста не говори что ты это не хочешь делать так подожди о у нас ящик коробочка а кто мы еще подобрали это еще не память ну ладно перезарядим так у нас тут какой-то какой-то у нас тут файл мы подберем записка с кладбища уолт я пошел позволять дону я знаю как попасть в волчье логово так что я ее там не брошу за мной не ходи позаботься о семье я приведу дону Дэниел так прочитали записку какого-то чувака офигеть твою мать спуск вниз ё-моё это самая фотография и мы опять психбольница блин блин извиняюсь извиняюсь ты просто на провод от наушников наступил так вообще опять мы психбольница короче мальчик что мы тут должны вообще осмотреть осмотреть ааа в общем мы должны собирать эти фрагменты дабы собрать картину или какую-то как мне кажется карту только вот зачем я так и не понял я вот помню смотрел давно прохождение этой игры еще где-то в 2000 в конце 2014 года вот как она вышла да я вот помню смотрел но что-то я не помню вот тут точно для чего нам вообще эти фрагменты для побочного какого-то действия или это по сюжету нужно вот я не помню точно вообще нам ну окей сейчас мы сохраняемся и на этом думаю можно уже закончить потому что уже идет 29 минут прохождения как раз будет 30 так что будем что-нибудь прокачивать да ладно в принципе все нормально уже прокачали и теперь сохраняемся сами не свои 4.45 8.4.29 вот сюда сохраняемся ну а на этом я думаю можно закончить это была вторая серия четвертого сезона прохождение прохождение The Evil Within в общем тут надо сейчас мне за кадром посмотреть что там будет дальше дабы не спутать какой там дальше идет сезон потому что там может быть дальше помещение или не помещение так что сейчас надо проверить что у нас там идет дальше какой там у нас идет локация какая а потом уже решать так ну на этом все с вами был я Кирилл пока Димыч пока Пашенди надеюсь вам понравилось видео ставьте мне мысленные лайки говорите мне мысленные комментарии устные что вам понравилось что не понравилось и собственно говоря удачи вам и пока увидимся в следующей серии я не знаю возможно это будет финальная возможно нет в общем я посмотрю за кадром и там вы уже по названию серии поймете что это финальная не финальная в общем все пока вам спасибо вам спасибо спасибо